Дай почитать. Проза Славниковой бесспорно профессиональна, индивидуальна. От нее так и веет духом высокого мастерства настоящего художника слова. Все переплавлено и слито в единый организм. Очень качественный, очень актуальный и очень непростой проза. Однако чтение романа – дело сложное, если не сказать тягостное. И причина не только в сюжете. Все язык, интонация, система образов, композиция свидетельствуют, что нам выпала честь читать настоящую литературу. А она не всегда о прекрасном и счастливом. Главный герой – Олег Ведерников. Талантливый, юный, подающий большие надежды прыгун в длину. Ему пророчат большое чемпионское будущее, но буквально один прыжок меняет все. Он спасает обычного мальчишку, бегущего за красно-зеленым мечом прямо под мчащуюся машину. Невероятный прыжок, и Женечка Караваев спасен. А Олег навсегда инвалид без обеих ног. Без будущего, без надежды на счастье, без любимого спорта. Теперь он нелюдимый затворник, иждивенец, живущий за счет матери, преуспевающей бизнес-леди, беспомощный, опротививший самому себе, коллега, предоставленный заботам домработницы Лидочки. Но ему приходится воспитывать спасенного мальчика, у которого отец – успешный алкоголик, а мать – полуовощь-получеловек, жертва инсульта. Окружающие восхищены милосердием и героизмом Ведерникова, но он горько сожалеет о своем поступке потому, что мальчик Женечка – врожденный негодяйчик, выживающий за счет уничтожения талантов и жизней окружающих. Первым был Ведерников в этом длинном и, к сожалению, не заканчивающемся списке жертв его разрушительной черной программы. Женечка вырастает в беспринципного, зловещего, жестокого, типичного российского бизнесмена-бандита. Именно он вынуждает Олега сняться в документальном фильме о себе самом. Олег соглашается, но лишь потому, что искренне влюбляется в финансирующую съемки главу фонда, одноногую Киру Асокину. Ведерникова ужасает спасенное им чудовище, и он всерьез пытается убить свою жуткую тень Женечку, но безрезультатно. Он нанимает киллера, ну а судьба готовит ему новое испытание. Он своим телом в прыжке закрывает Киру, гибнет, а негодяйчик жив-здоров. Очень непростая, сильная, глубокая, противоречивая и неоднозначная проза. Есть над чем подумать, чему удивиться и чем восхититься. Итак, прыжок в длину Ольги Славниковой. До новых встреч! Дай почитать